сообщить вам хорошую новость. Сережа написал, что та квартира, которая мне не очень понравилась. Мы пришли смотреть квартиру другую. Успею вам заснять только двор. Уже не успела квартиру. Здесь вещи сушить. Она в тихом районе, там больше комнат, и там не было ремонта, и мне она этим не понравилась. Я не могу до конца представить, как будет в нашей квартире, потому что там ужасные обои, разная расцветка, какие-то непонятные квадраты, а там какая-то стенка с какими-то фламинго. Ну, короче, она там очень такая пёстрая тона, и этой квартирой владеет фирма, и они нам сказали, буквально на два дня вчера, не, позавчера, точно не помню, два или три дня назад Сережа отправил весь пакет документов, и они вот сегодня перезвонили и сказали, что квартира ваша, можем подписывать договор. Так что мы рады, что хотя бы кто-то нам ответил, и всё, мы по-любому переражаем от этой улицы, с этой квартиры, и я рада, что наконец-то у детей будет своя отдельная комната. Серёжа сейчас хочет замерить кухню. Давайте приготовим запеканку. Я беру вот этот немного жидкий творог, три пачки, добавляем пачку изюма, потому что я не добавляю сахара, два яйца и шесть столовых ложек муки. Ложки добавляем вот такие большие с горкой, две пачки ванильного сахара, Ну что, вот такая запеканка получилась, немножко она у нас подгорела, пусть остынет, и, конечно, этот шар мы, наверное, снимем. Забыла я про неё, но я думаю, что она очень вкусная. Вот переложила запеканку на тарелку, сейчас немножко остынет. Ну что, пирог получился очень вкусный, но смородину лучше не добавлять, она получилась очень кислая, но если вы будете делать эту запеканку с сахаром, то, возможно, у вас вообще получится другой вкус. Всё, приятного аппетита вам, попробуйте по моему рецепту приготовить, очень вкусно. Пока, пока. Цветы, конечно, мои простояли не так и долго, потому что у нас нереально жара, я такое ещё не видела в Германии, уже засохли, нужно будет некоторые выкинуть, розочки ещё. Есть хорошие цветочки, есть уже, которые засохли. Купили вчера виноград, ещё абрикосы очень большие, такие вкусные. Так, сварила картошечку. Ну что, сейчас будет салатик, вот с этих ингредиентов, помидор, огурец, фито и кукурузки, ещё чуть-чуть там осталось. Это мой самый любимый салат. Ням-нямка, очень вкусно получилось. Ммм. Так, ребятки, сейчас вам расскажу за мои рабочие трудовые будни. Ой боже, тут 80 надо ехать, а я что-то так ускоряюсь. Вот так, за рулём не вариант говорить. Всё, сейчас вот так встану за этой машинкой. Всё, теперь можно спокойно поговорить. Знаете, шоу у меня было за последнее время, после как пролетели мои последние две недели. С того момента, как я вышел на работу, уже прошло две недели, да? Нет. Даже больше. Уже сегодня понедельник. Больше. Больше двух недель, как я вышел на работу. Кстати, я же рассказывал, да, что я вышел в ход сайте. То есть, преждевременно перервал свой декрет. Ну, рассказывал точно. Или уже был. Тогда уже не вещал. Да, ты это рассказывал. За это время у меня не было ни единого выходного. Вот это первый выходной. И то, это как бы не выходной. Это считается, я сейчас должен отоспаться после ночной работы, и завтра опять на работу. Ну, так можно сказать 50 на 50, что это выходной. И не было ни одного выходного. Единственное, в промежутке на 4 дня я попал опять в больницу. Был на больничном. Кстати, первый раз я правил в Германии больничный. До этого я еще никогда не оформлял больничный. И в больницу он немного по-другому оформляется, оказывается. Я узнавал, ну, посмотрел в интернете, как оформляется там, когда к доктору в праксис идешь. То там на 3 бумажки получить, одну отправить в кранкинкассу, другую на работу, третью себе оставить. Больничного листа. А когда в больнице лежишь, мне доктор сказала, что ничего не надо. Вот выдала одну бумажку, говорит, отправьте на работу в кранкинкассу. То есть страховую компанию ничего отправлять не надо. Был я, в общем, 4 дня в больнице. Это было почти как на курорте. Хотя никому такое не пожелаешь курорта. Единственное, что выспался, да? Выспался, подлечился и дальше сразу вышел на работу. На работе даже просто офигели, как я так быстро с больницы вышел. Но мне как-то принято, если в больницу попадаешь, то это уже на 2 недели, на 3. А я только выписался сразу же. Никакого продолжения больничного не брал. Хотя можно было пойти к врачу, своему нашему терапевту. Ну да. И можно было бы там оформить дальше. И что еще хочу подлечиться, там, побыть дома. Но я не оформлял сразу же. На следующий день вышел на работу. И сразу же, что после этого. На, даже был один такой день. Вообще это crazy день был. Началась работа в 8 вечера. Потом, во сколько где-то? В 9 утра я приехал домой, по-моему. Или в 10. Нет, в 9. И следующая работа должна была быть в 10 вечера. Но потом что-то поменялось. Оказалось, что она не в 10 вечера, а в 14 дня. И туда еще надо ехать. Это в районе Касселя. Ехать еще 2,5 часа. То есть, грубо говоря, я приехал там в 9 утра домой. И уже в 12, даже в полдвенадцатого, надо было выезжать и дальше ехать на работу. Ну и что мы... Позвонил я нашему шефу. Бауляйтер. Это, чтобы вы знали. Шефом я называю на данный момент того, который вышестоящий начальник. То есть, не генеральный директор нашей фирмы, естественно. А он говорит, что надо, да, так все поменялось. Я ступни лайт. Но надо ехать. В общем, вариантов нет. Ну, естественно, можно было отказаться. Но ввиду того, что я недавно был на декрете, я отказывался на став. И поехал. В общем, как робот. Там приехали. Мы опоздали на час, приехали не на 14, а на 15 с моим коллегой. И работали до двух ночи. Вот так получается. В общем, моя работа началась в предыдущий день. Ну, сколько? Восемь вечера я говорил, да? Восемь, там, полдевятого. И закончилось через сутки в два часа ночи, в три часа ночи я был в отеле и лег спать. В общем, вообще полный отрок. Ну, и с тех пор, в общем, ни одного выходного не было нормального. Вот, сегодня первый выходной. Завтра опять на работу. Что мы делаем в выходной? Едем с семьей отдыхать. Да, мы сейчас едем в зоопарк. В зоопарк Гельзенкирхен. Мы там еще ни разу не были. Вообще, хотели поехать в этот зоопарк, который возле Ганновера, там, сафари-парк. И здоровенный нам Эдуард советовал, наш подписчик. Ну, я раньше про него слышал от двух-трех людей. Видел картинки, видео, впечатляющие такие. Там, где жираф прямо в машину залазит вам головой в окно, так засовывается и кушает какую-то морковку. Ага. И... Ну, туда ехать три часа. Не знаю, он у меня сегодня такой короткий день. Побыть вместе с семьей. Я немного уставший, потому что... Сегодня приехал домой только в 4 утра. Лёг аж в 6 утра. И встал в 9. То есть, три часа только поспал. Это очень мало. Я решил, что три часа ехать до Ганновера, это очень далеко. Потом, что ещё обратно, ещё там погулять часов в 5. И выбрали место поближе в Гельзенкирхене. А, да, я не сказал предыдущие четыре дня. Нет, три дня, да, меня не было? Да. Ты в 5 ехал до 3 дня? Три дня. Должно было бы быть четыре. Три... Три... Три дня меня не было дома. Семью не видел. Жил в отеле. Теперь мы снова вместе. Беря��lem тревог. Продолжение следует...